Меня зовут Юрий Джабладзе, я, можно сказать, международный правозащитник, у меня российское гражданство, я почти всю свою жизнь прожил в России, но очень много моей работы и жизни связано с поездками, командировками и миссиями в разных странах, в том числе в тех городах, странах, где находится штаб-квартиры международных межправительственных организаций, таких как ООН, ОБСЕ и Совет Европы, например. Вот сейчас я и многие коллеги находимся в Варшаве на ежегодной конференции ОБСЕ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, конференции по правам человека, можно так сказать, но официально она называется конференция по человеческому измерению. И это самая крупная конференция по правам человека в Европе, а может даже и в мире. И проходит она каждый год, как я сказал, именно в Варшаве, где находится бюро по демократическим институтам. И на этих конференциях встречаются и взаимодействуют как представители государств, так и представители гражданского общества. Это неправильственных организаций, правозащитных организаций, теоретически из всех 57 стран членов ОБСЕ. Ну, нас с вами волнует сегодня в этом разговоре участие организаций, работающих по ситуации с правами человека в Туркменистане. Понятно, что это, поскольку это самая репрессивная страна в мире, ну или одна из двух-трех самых репрессивных и закрытых стран в мире, редко когда удается кому-то приехать изнутри Туркменистана. Бывает, но редко. Я имею в виду независимых активистов, гражданских правозащих и так далее. Их там вообще мало осталось, и они работают все в ситуации огромного риска. Поэтому вынуждены шифроваться и какими-то такими путями есть. Проблема в том, что с одной стороны очень хорошо и важно, что мы можем встречаться там и наравне, так скажем, общаться, переговоры вести, выступать, передавать материалы, обсуждать с рассветителями государств. Но это одновременно создает риски для тех, кто сталкивается с официальной делегацией из авторитарных или диктаторских государств. И живет там еще, да, вот им встретиться лицом к лицу, бывает очень опасно и рискованно. Ладно. Значит, Туркменистан удивительным образом при всей своей репрессивности и диктаторском режиме очень для правительства, для властей Туркменистана очень важно участие в международных организациях. Если вы посмотрите на выступления Бердума Хамедова-Старчева, министра Мередова и других людей, они постоянно говорят про особенно важную роль участия Туркменистана в организации объединенных наций, в ОПСЕ. Это прямо больше, чем я, наверное, ни в одном другом правительстве такого не видел, чтобы так много они об этом говорили. Но почему так происходит? Для них очень важно имитировать этот диалог, это участие, потому что реально они, как мы с вами хорошо знаем, не выполняют и грубо нарушают свои обязательства. Это называется обязательства, когда страны вступают в члены таких международных организаций, они принимают определенные обязательства, юридические или политические, и должны их выполнять. Значит, выполнять они их не собираются. Они грубо нарушают в области свободы слова, запреты пыток, насильственных исчезновений, свободы передвижения и многих других фундаментальных прав и свободы. Но им при этом надо выглядеть, значит, красивым, потому что им надо продавать свой газ. И без доступа к рынкам покупателей своих углеводородов, а также какой-то другой зарубежной помощи, да, инвестиции, например, в строительную отрасль или какую-то другую, Туркменистан просто станет банкротом очень быстро. Поэтому им важно себя позиционировать, это тоже какое-то признание, да, вопроса престижа, ну, в общем, много всяких причин, по которым им важно изображать, что они важные и уважаемые члены этих организаций. На самом деле, когда они сюда приезжают, они ни с кем нет разговаривают, они сидят, значит, вот эти официальные представители, дипломаты, и там, амбуц, мам, обычно это женщина у вас, да, значит, за ним присматривает человек из КРБ, вот, он сидит, они вообще рот не раскрывают, и когда к ним пытаются подойти с вопросами туркменские активисты, живущие за рубежом, с Турцией, Болгарией, с других европейских стран, они всегда убегают от них. Просто конкретно мы не раз видели, как они физически убегают, значит, чтобы только не попасть на фото или виде камеры, запрещают, требуют удалить съемку, если кто-то случайно, или видишь, что их кто-то снял, сфотографировал на видео, снял на видео или сфотографировал, вот, и произносят, ну, полагается, что каждая страна, делегация каждого государства должна хотя бы один раз выступить, там, на официальном, значит, заседании, когда они все выступают, то это всегда очень формальные, официальные слова о том, что, значит, мы выполняем все обязательства, и мы огромное внимание выделяем гуманитарному сотрудничеству, но это абсолютно пустые пропагандистские речи, а когда их критикуют на этих заседаниях другие государства, демократические, Соединенные Штаты, страны Евросоюза, другие, или гражданские активисты, а у нас там есть возможность, наряду с государствами, тоже выступать, не только в кулуарах встречаться, но и прямо на заседаниях, брать слово и выступать, вот, и когда на этих заседаниях мы эти вопросы грубейших нарушений прав человека в Тухменистане поднимаем, им в лицо уговорим, они всегда страшно пугаются, значит, и отрицают все, вот, в общем, на моей памяти только, наверное, два человека имеют навыки и, как сказать, дипломатические умения, ловко достаточно и умело, значит, реагируют на эту критику, значит, это министр рядов и его заместитель Веба Хаджиев, вот, я много ездил на разные эти конференции, они, по крайней мере, что-то могут сказать, все это тоже ложь, вот, ну, по крайней мере, это выглядит как-то еще более-менее предчеловечески, а остальные это все какое-то очень трагикомичное зрелище себе представляет. Теперь вопрос, а зачем все это нужно? Почему мы приезжаем? Почему приезжаем, вот, мы, хоть я и не туркмен, и не из Туркменистана, но я участник международной компании правозащитной, которая называется «Покажите их живыми», которая, вот, с 2013 года, по-моему, до 2013 года мы занимаемся проблемой насильственных исчезновений в туркменских тюрьмах, в тюрьмах Туркменистана, вы знаете, что это одна из самых тяжелых проблем прохочеловека, которая используется как инструмент запугивания всего общества, любой боится оказаться в полной изоляции в тюрьме, пропасть здесь на долгие годы из общения со своими близкими и вообще из внимания того-либо, и не имеет доступ ни к врачам, ни к адвокатам, ни к своим родным. И есть целый ряд неправительственных правозащитных организаций из нескольких стран, из России, из Соединенных Штатов, из Европы, которые взаимодействуют с токменскими правозащитниками, активистами и совместно проводят, значит, кампании, исследования, документируют нарушения прав человека, формулируют свои требования. То есть мы сотрудничаем, работаем вместе. И, конечно, напрашивается вопрос, как бы, да, а какая польза вообще от таких вот совещаний, с конференцией, есть ли от этого какой-то толк, особенно учитывая, что режим Международного Хамедова, старшего, теперь и младшего, ну, как бы, закостенел в своем авторитарном, диктаторском и одновременно коррупционном виде, вот, и никак не меняется. Знаете, это общая проблема или вопрос, который все правозащитники мира друг другу задают, и себе, лично задают и другим, какая есть вообще результативность и польза от своей, от моей работы. Потому что у нас, конечно, бывает история успеха, когда удается спасти людей или изменить политику каких-то государств, хотя бы немножко, или добиться раскрытия информации и правды о каких-то страшных вещах, и постепенно эти проблемы удается сдвинуть с места. Вот эта площадка, вне зни, этих совещаний, представляет собой, ну, одну из редких, почти уникальных возможностей, прямо и открыто формулировать нашу позицию в лицо и туркменским властям, с одной стороны, и вырабатывать совместно, информировать демократические государства и делегации дипломатов, и сотрудников ОБСЕ, потому что у него есть целый ряд органов, и институтов ОБСЕ, как их называют, и предлагать им конкретные, не просто предлагать, а настаивать, требовать, значит, от них конкретных действий. Ведь мы с вами хорошо понимаем, что в таких диктаторских закрытых режимах говорить о том, что само общество должно освободиться, это довольно наивное утверждение. Мы это видим и на примере многих стран, и не только только в Минстанах. Всегда изменения демократические происходили, когда одновременно происходят какие-то попытки изнутри изменений, или, по крайней мере, запросы на такие изменения, да, сформулированные изнутри, и идет эта работа снаружи. Будь то организации диаспоры, мигрантские организации, международные правозащитные организации и правительства других стран, демократических стран, и их организации международные, такие как ОБСЕ. Только в сочетании этих факторов можно добиться изменений в таких закрытых диктаторских режимах. Они замесят эти режимы, вот мы несколько минут назад говорили о том, что без того, чтобы найти покупателей на свой газ, это единственное, что у них есть фактически, да, за счет чего живет этот режим и существует государство, они должны как-то объяснить, делать вид, что они приличные цены, они приличные члены международного сообщества. Поэтому они придумывают какие-то, значит, такие инициативы, мы там, нейтральное государство, мы там, вторая Швейцария, там, мировые праздники велосипеда, там, еще чего-то, да, чтобы вот этими какими-то достаточно сегодня пустыми, как бы, да, пропагандистскими землями создать впечатление у западных политиков и международных организаций, что, да, это нормальное государство, а не средневековая диктатура, вот, и тогда с ними можно торговать, с ними можно, значит, инвестировать туда и так далее, вот. Наша роль состоит в том, наши, я имею в виду, всех правозащитников, и международников, и туркменских правозащитников, живущих в иммиграции, работающих, мы, собственно, все это вместе делаем, состоит в том, чтобы документировать нарушение права человека, права человека, показывать четко, не просто говорить, как все ужасно, а четко показывать в цифрах, в динамике, с фотографиями, где возможно, с интервью, с видео, значит, состояние прав человека, как это меняется, да, вот, например, у нас на днях будет здесь презентация нашей кампании по насильственным исчезновениям, против насильственных исчезновений, мы будем в том числе показывать какие-то новые данные с помощью спутниковых съемок, вот, значит, какие-то новые анализы положения в тюрьмах, основные на интервью с людьми, которые оттуда смогли спастись и выйти и так далее. Это все очень важно, потому что тогда дипломаты, которые приходят на эти встречи, это все фиксируют, мы им передаем эти материалы, и они формируют или влияют на позицию своих правительств в своих столицах, вот они закончатся конференцией, он поедет к себе в Берлин, в Париж, значит, куда-то в другие столицы, и будет убеждать, передаст эти материалы, и скажут, вот, правозащитники сказали, что нужно сделать такие-то шаги. Вот, конечно, мы не полагаем, что только на этих дипломатов, но и сами тоже после конференции связываемся с этими министерствами иностранных дел, а часто не только министерствами иностранных дел, но и с другими частями правительств, иногда с бизнесом, то есть всеми теми, от кого зависит отношение с той страной, где нарушается право человека и ситуация, в которой мы хотим изменить, в данном случае Туркменистан. Мы видим, что какие-то компании инвестируют туда, значит, да, вот, значит, мы пытаемся объяснить, что нельзя, например, финансировать какие-то поставки материалов, которые могут использоваться для репрессий, там, например, для блокировки интернета или вооружения, там, или подобные штуки, да, вот, потому что интернет полностью сейчас уже до предела завинчен, как бы, а технологии западные, значит, или мы несколько лет назад, нам удалось блокировать, ну, не в смысле моей организации, но совместными усилиями всегда все совместно, блокировать финансирование программ Всемирного банка в Туркменистане. Это был тоже результат совместных усилий, потому что эти деньги шли в государственный карман и тратились на репрессии и на обогащение режима, а не на те цели, которые формулировал Мировой банк, Всемирный банк. Успехи случаются. Кому-то удается вытащить из тюрьмы большими усилиями долгие годы, к сожалению, часто нет, но хотя бы добиться правды, даже от тех случаев, когда погиб человек, допустим, в тюрьме, да, или от каких-то нападений, тоже очень важно, потому что важно имя человека, его память о нем, репутация. Часто мы не знаем, жив человек или нет, например, в отношении тех, кто пропавший. Значит, соответственно, мы работаем, мы добиваемся от этих государств, от этих международных организаций и от демократических государств, чтобы они принимали свои документы официальные, не только доклад правозащитников, а официальное решение, официальный документ на Организацию Организации Организации или Организации. И там будет написано, что какой-то человек является жертвой нацистского исчезновения, или несправедливого суда, или произвольного задержания. И это, на основе, это уже проще разговаривать с властями Трукористана. Самое последнее. Конечно, дорога очень длинная. Иногда кажется, что результатов нет. Но это всегда марафон, это никогда не бывает спринтом. И понятно, что ни ОБСЕ, ни ООН непосредственно не созданы для того, чтобы конкретному пострадавшему, будь то в Туркменистане или проживающих в других странах, например, в Турции, немедленно оказать правовую или политическую помощь. У ООН и ОБСЕ нет дивизий танков, чтобы послать, арестовать диктатора и сместить его. Это и так не работает. Но объединенными усилиями активистов гражданского общества, правозащитников в взаимодействии с государствами и с этими международными организациями можно оказывать эффективное давление на эти диктаторские режимы, требовать от них раскрытия информации, изменения политики и изменения судеб конкретных людей. Конечно, хочется, чтобы было больше истории успеха. Иногда очень тяжело, прямо скажем, потому что мы все имеем дело со страданиями людей, но если бы мы ничего не делали, было бы хуже. Это один из ответов, когда вы задали себе этот вопрос, а какой в этом вообще толк и смысл? Ясно, что если не работать ни по конкретным случаям нарушений, ни по системным изменениям, то все было бы гораздо хуже и зло победило бы того рода гораздо быстрее. или мы, по крайней мере, сейчас сохраняем надежду и шанс на то, что все-таки зло будет побеждено, но может быть не сегодня, а завтра.